В Петербургском метро сегодня днём прогремел взрыв. Погибли 9 человек, пострадали 20. В поисках инвесторов Ненецкий округ на Международном арктическом форуме, который прошёл в Архангельске, представил инвестиционные проекты, на реализацию которых потребуется миллиарды рублей. Сегодня днём в Петербургском метро прогремел взрыв. Неустановленное взрывное устройство сработало около 14 часов 40 минут в вагоне поезда на перегоне станции метро Технологический институт и Синная площадь. В результате ЧП погибли 9 человек, пострадали 20. Данные о погибших и пострадавших обновляются буквально ежечасно. В связи с произошедшим сегодня взрывом в Санкт-Петербурге губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин поручил региональному представительству проверить безопасность студентов из нашего региона. Страшные новости о взрыве в метро пришли из Санкт-Петербурга. В северной столице учится много норенмарских ребят. Дал поручение представительству проверить их безопасность. Глубочайшие соболезнования слова искреннего сочувствия от всех жителей Ненецкого округа выражаем всем, кого коснулась эта трагедия. Наускорбит вместе с вами, сказал Игорь Кошин. В поисках инвесторов Ненецкий округ на Международном арктическом форуме, который прошел в Архангельске, представил инвестиционные проекты, на реализацию которых потребуются миллиарды рублей. Наш регион стал одним из восьми арктических субъектов, представивших свои амбициозные идеи, демонстрирующие региональное видение предложенного Министерством экономического развития России проектного подхода к развитию каждого микрорегиона. О точках развития Мария Владимирова. Для демонстрации комплексного социально-экономического развития арктической зоны специально построили выставочный павильон. На площади более 1400 квадратных метров разместились экспозиции крупнейших компаний и восьми субъектов арктической зоны. Здесь и Красноярский край, и Республика Коми, и Архангельская область, и Нейнский автономный округ. Каждый регион представил свои проекты, на реализацию которых требуется помощь инвесторов. Не исключением стал и наш регион. Сергей Кулаков шутит. Удары в бубен как средство привлечения инвесторов. Нейнский округ готов к реализации крупнейших проектов. Один из них – глубоководный порт в Индиге. Основным проектом инвестиционной 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 зоны на сегодняшний день является строительство глубоководного порта Индига. Это опорная точка Северного морского пути. Наша гордость, который вошел в список приоритетных проектов, утвержденных Министерством экономического развития. И вошел в проект новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, что для нашего округа является большим достижением. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Декларация о намерениях по инвестированию в данный проект была согласована Росморричфлотом с некоторыми заявлениями, которые мы сейчас отрабатываем. Также были направлены письма с предложением о сотрудничестве. И сейчас мы работаем с нашими потенциальными инвесторами. Параллельно этому идет еще один инвестиционно привлекательный проект. Это строительство участка дороги Сосногорска-Индига, по которому можно будет осуществлять транспортировку углеводородов до порта, а дальше на экспорт по Северному морскому пути. Наряду с промышленными объектами Ненецкий округ развивает и туристическую отрасль. В этой сфере самые амбициозные проекты. Это туристическо-рекреационные классы, которые мы планируем сделать на базе нашего турцентра. Это с горнолыжными склонами, с аквазоной, большим кемпингом, с пустозерским острогом и системой гэс-хаусов по всему региону, чтобы туристы прилетали и могли в зоне туристической привлекательности сразу у нас оказаться и получить комфортные условия и услуги в сфере туристского сервиса. Мы сейчас находимся на стадии проектной разработки и, соответственно, можем презентовать только пока проект. Я надеюсь, что через год у нас проект уже появится в полноценном виде, после которого мы начнем полноценный поиск инвесторов и будем выходить на отношения в сфере государственного частного партнерства. Арктический форум – серьезная площадка для поиска потенциальных инвесторов. Каждый северный регион представляет проекты, реализация которых даст новый виток развития и потянет за собой все остальные проекты. У республики Саха-Якутия целый комплекс инвестиционных проектов, которые планируется развивать в составе северо-якутской опорной зоны. На сегодняшний момент уже подготовлены концепции его развития, в которую, помимо прочего, вошли два системообразующих проекта. Первый проект – это модернизация флота и строительство судов на базе высокотехнологичной ажиотайской судоверфи и морской порт Тикси. Корпорация развития республики Саха-Якутия осуществляет подготовку и реализацию данного инвестиционного проекта. В настоящее время разработан бизнес-план финансовая модель, в разработке находится проектно-смертная документация. Судоверфи будет создаваться на базе уже существующего завода, житайского судоремонтно-судостроительного завода. После ввода в эксплуатацию проектная мощность судоверфи составит 10 речных судов в год. Кроме того, можно будет модернизировать до 6 судов в год и проводить также ремонтные работы и утилизировать сюда на другом берегу. Арктика – это не только добыча нефти и газа, развитие северного морского пути и реализация промышленных проектов. Арктика – это и кладовая природа. Всё самое вкусное и полезное представила компания «Гелиос» из Архангельска. Арктика – это комбинированные продукты, которые в сочетании обладают определенными свойствами. Это продукты, которые позволяют способствовать акклиматизации, адаптации человека на севере, которые поддерживают иммунную систему, способствуют повышению резервных возможностей организма, а также выносливости, работоспособности, а соответственно, если используются военными, то и боеспособности. А что у них в основе лежит? Какие-то северные травы? Экстракты из лекарства растительного сырья. Потому что в лекарства растительного сырья содержится естественно комбинированный витаминно-минеральный комплекс, который очень хорошо усваивается организмом человека. Он не воспроизводится никак. И это самое главное. За 25-летнюю историю предприятие изготавливало витамины для восстановления солдат после ранения. Начиная с 2011 года, витаминизированные напитки успешно используются в питании космонавтов на Международной космической станции в составе дополнительных наборов продуктов и формируются по индивидуальным вкусовым предпочтениям космонавтов. Инвестиционные проекты исследования, перспективные разработки достижений в сфере науки и технологий. Все это направлено на ответственное освоение Арктики. В настоящий момент программа по экономическому развитию Арктического региона включает более 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей. Прежде всего, поддерживаются инициативы, имеющие мультипликативный эффект для арктических регионов и для страны в целом, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и создание опорных зон развития. Особое внимание уделяется и развитию Северного морского пути. Изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов делает его практически круглогодичной артерией. Во всяком случае, в ближайшее время, уверен, так и произойдёт. Причём эффективный и надёжный, имеющий огромный потенциал для российской, но и для глобальной экономики. Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы. Приглашаем наших иностранных коллег активно использовать возможности Северного морского пути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией. При этом хорошо понимаем, для того чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, специальным, востребованным для перевозки всех типов грузов, от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия. По прогнозу Росатома, через пять лет объём грузопотока по Северному морскому пути может вырасти до 35 миллионов тонн. Подтверждение тому является востребованность использования этого маршрута такими крупными проектами, как Ямал-СПГ, реализуемый Новотеком, и разработка новопортовского месторождения «Газпромнефти». Ещё одним крупным игроком в этом списке может стать и Ненецкий округ. Мария Владимирова, Леонид, Шишелов, телеканал «Север Архангельск». После учебки на корабль «Наринмар». Уже в мае малый противолодочный корабль «Наринмар» пополнится тремя солдатами-срочниками из окружной столицы. Суровый климат Заполярье не помешал «Белому медведю» совершить лыжный переход по маршруту олено-транспортных эшелонов. Команда смельчаков из военно-патриотического клуба вернулась в окружную столицу. Малый противолодочный корабль «Наринмар» пополнится тремя солдатами-срочниками из «Наринмара». Произойдёт это в мае. Корабль пока находится на ремонте на заводе «Красная кузница» в Архангельске. Ребята несут службу в учебке в Северодвинске. Впрочем, будущее место боевой службы солдаты-срочники посещают регулярно. В этот раз поводом послужил приезд официальной делегации из Ненецкого округа. Я воспринимаю это как элитные войска. Самый лучший вариант для меня получается. Будет что вспомнить. Никита Зайцев, уроженец «Наринмара», несёт службу уже 4 месяца. Пока в учебке в Северодвинске с мая оставшиеся 8 месяцев службы будет нести на корабле «Наринмар». У нас учения были, получается. Курс молодого бойца проходили. Учебка пока 6 месяцев. А потом что? Потом сюда на корабль попаду. Здесь уже более-менее служба будет. Продолжать службу Никита будет на самом мощном малом противолодочном корабле. Вместе с ним из учебки придут ещё двое «Наринмарцев» – Анатолий Коткин и Денис Марков. Знания должны быть. Знать нужно всё. Если не знаешь, то и не попадёшь, наверное, в военно-морской флоту. Вот так, с силой воли. Денис Марков о службе именно на этом корабле мечтал. И не случайно, ведь данный тип судов кораблей по количеству вооружения на одну тонну водоизмещения занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Фрегат был заложен на судостроительном заводе в Зеленодольске в 1988 году, а на воду спущен спустя два года. В 1990-м корабль вошёл в состав Северного флота. С осени 2002-го носит название «Наринмар» в связи с установлением шефства над кораблём-городом Наринмаром. Наринмарцы на самом деле очень гордятся, что у них есть, ну, что есть малый противолодочный корабль, носящий гордое имя Наринмар. По вооружению на квадратный метр, ну, наверное, самое вооружённое судно. Нинский автономный округ – самый малочисленный субъект, но очень гордый. И, как я уже сказал, наринмарцы гордятся тем, что у них есть свой малый противолодочный корабль. При сравнительно невысоком водоизмещении корабль оснащён четырьмя торпедными аппаратами, ракетным комплексом, бомбомётами и артиллерийским оружием, в том числе и скорострельной малой артиллерии. Таких кораблей на Белом море всего три. Мне, человеку, который родился в городе Наринмаре, очень приятно осознавать, что у моего родного города есть такой знаменитый, прекрасный тёзка. И что этот тёзка – серьёзный военный корабль. И благодаря военно-морскому флоту, благодаря вашему кораблю, кораблю сегодня обеспечивается безопасность границ нашей Родины. И мы, мирные люди, сегодня чувствуем то, что вы защищаете нас. И наша жизнь протекает под ясным мирным небом. Командует Наринмаром Дмитрий Марёшин. Личный состав малого противолодочного корабля – 82 человека. Как говорится, дом и стены помогают. Название Наринмар – вы из Наринмара. Чувствуете какое-то что-то родное? Да, считаю, что дома. Мария Владимирова, Ленин, Шишелов, телеканал «Север Архангельск». Наринмар – Великовисочная, Коткино, Нижняя Пёша, Снопа, Ома, Вижа, Сне, Смизень, Рикосиха. Этим маршрутом на лыжах прошли участники военно-патриотического клуба «Белый медведь». Машбросок стартовал 14 марта в столице региона от памятника Олено транспортным эшелоном. Преодолев сложнейший маршрут в суровых заполярных условиях, семеро лыжников отдали дань памяти защитникам нашей Родины. Ранним утром 14 марта команда смельчаков из военно-патриотического клуба «Белый медведь» отправилась совершать очередной и самый сложный лыжный переход. Иначе как марш-броском в историю его не назвать. Шестеро студентов под руководством опытного наставника Василия Терентьева задумали в точности повторить маршрут, по которому шли олено-транспортные эшелоны округа до железнодорожной станции Рикосиха, откуда потом отправлялись на Карельский фронт. И им это удалось. За две недели пути лыжники преодолели 440 километров по безмолвной заснеженной тундре, ночевали в посёлках и снова отправлялись в путь. В посёлке Рикосиха участники лыжного похода финишировали 27 марта. Экстремальное путешествие завершилось у обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наринмарцев встречали как настоящих героев приморские школьники. Обратно участники лыжного перехода возвращались уже по воздуху. Всё самое сложное осталось позади. Ну, самое сложное это были, скорее всего, для меня лично, это первые два дня были. Во-первых, встречный ветер. Во-вторых, просто многие ещё не привыкли были. И поэтому они просто до Коткина мы шли. Было очень сложно. Вот так. А остальные всё, там, по 50-50, они уже километров не ушли нормально. Самым сложным для ребят действительно оказался переход на Ринмар Великой Отечественной Коткина. Порядка 80 километров на лыжах. Постоянно дул встречный ветер, который очень мешал двигаться. Вспоминает наставник ребят Василий Терентьев. Силы были на исходе. Ребята уставали до того, что до населения доходили, они даже просто падали. Но это было испытание. Поэтому в трудную минуту мы говорили о том, что... А вы помните, как наши деды и прадеды шли по этому же пути? Но они шли тогда в декабре и начале января. Это гораздо было сложнее, чем нам сейчас. Поэтому это поднимало наш дух, и мы продолжали этот путь. Продолжали путь и справились со своей задачей. Этот лыжный переход, как и его участники, навсегда войдет в историю Ненецкого округа. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Проснулся, потянулся и ждет в гости. Мишкины потягушки. Под таким названием в заповеднике Ненецкий прошел праздник, посвященный выходу медведя из зимней спячки. С первым весенним теплом, закравшимся в Ненецкий округ из зимней спячки, вышел житель Наринмара, бурый медведь Миша. Как и полагается, долгую разлуку отметили большой встречей. Косолапому в вольерный комплекс заповедника Ненецкий пришли многочисленные гости. По словам сотрудников природоохранной организации, с каждым годом друзей у Михаила становится все больше. И Миша, естественно, этому рад, ведь больше становится и сгущенки, которые он так любит. В гости к бурому медведю отправилась и моя коллега Ирина Цепитова. Миша с упоением пьет сгущенку, аккуратно сжимая в могучих лапах пластиковую бутылочку. Рассказы о том, что медведи обожают мед непроместного косолапого. Михаил среди всех сладких лакомств предпочтет именно сгущенное молоко. А вообще, житель заповедника Ненецкий большой любитель поесть. Вкусно и много. Об этом не понаслышке знает Дмитрий Леонов. Здесь его зовут хозяин медведя. Дмитрий ухаживает за бурым, кормит и поет его вот уже пять лет. С обедами для Михаила заповеднику здорово помогает детский сатумка. Огромная им благодарность, конечно, за это. Да, вот все детишки, которые недоедают, он с удовольствием это поедает и довольно хорошо себя чувствует после этого. А каждый день привозит все? Да, каждый день. Он ест каждый день, килограмм по 20. Вот так, да, он ест очень много. Тем более сейчас, когда просыпается и перед сном. В этом году Мишка проснулся 23 марта, а уснул 9 ноября прошлого года. За четыре с лишним месяца спячки фигура по тапочи не изменилась. По словам Дмитрия, бурый весит около 300 килограмм. Кстати, Михаил в еде непривередливый. Можно сказать, абсолютно всеядный. И, судя по всему, отрицает раздельное питание. После сгущенки, не задумываясь, съел вяленую рыбку. Ого! Впрочем, сегодня Михаила, конечно, балуют, но в пределах разумного. Гостей праздника просят не бросать еду Мишке в вольер, а складывать в специальную корзину. Белый хлеб, бананы, яблоки, печенье – вот такую огромную корзину угощений принесли Мишке гости праздника. Но любимое лакомство потапоча – это, конечно, сгущенка. Съесть все это сразу Михаилу не разрешат, потому что очень вредно. Этой корзины ему хватит надолго. Пока Миша с упоением поглощает разнообразную еду, за ним наблюдают десятки любопытных глаз. В полном восторге от Косолапова и взрослые дети. Когда я подошла близко к клетке, я испугалась. А сейчас? Сейчас уже не совсем страшно. Он добрый? Добрый. И хороший. И очень здорово, что о Мишке позаботились. Потому что со временем жил на свалке, там все про него такое писали. И, ну, спасибо. Спасибо людям, кто о нем позаботился. С 2012 года Михаил живет здесь, в заповеднике Ненецке, в самых комфортных условиях. Можно долго спорить, где Косолапу было бы лучше – на природе или в неволе. Совершенно точно одно – под присмотром сотрудников заповедника Миша проживет дольше, чем в диких условиях. Медведи могут жить в неволе до 40, бывали случаи лет. Живут вот этому медведю больше 25, насколько я знаю. А так в целом в природе они живут где-то до этого возраста, до 25. А в неволе могут дольше жить. Сегодня Михаилу уже 25 лет. Возрастной мальчуган. Так говорит о нем Дмитрий Леонов. Человек, который знает о Мише больше других и заботится как о родном. Он понимает два слова. Это «иди», потому что вот эта клетка закрывается, а я здесь нахожусь. Я ему, он здесь становится грозный такой, кушать хочет в основном. И вот на той стороне он трясет там всю клетку. И когда потихоньку открываешь дверь и говоришь «иди», и он пулей залетает сюда и все. Так вот единственное, что понимает. А второе, ну это я не буду говорить, мы когда играем с ним, другие немножко слова, не в эфире это. Кстати, те, кто еще не поприветствовал Михаила после его пробуждения, могут сделать это в любой день с 9 часов утрам до 5 вечера. И не забудьте прихватить с собой угощение. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте, и в адрес www.trksever.ru. Далее прогноз погоды. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова